Лучше цивилизованной демократии ведут себя и международные организации, которые стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющее преступление Киева. Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны секретаря ООН так и не поступило. Кто на самом деле обстреливал Белгород и при чем тут ядерная катастрофа? Целью был даже не столько сам Белгород, то есть мирное население, сколько ядерный объект Белгород-22. Как связано российское ядерное оружие в Беларуси и обстрелы Белгорода? Что-то подобное тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем своим событиям очень шумным должен быть. Белгород продолжает оставаться чуть ли не единственным российским городом, который воюет. Он как тестовая площадка для российских властей. Только не что будет если, а что будет когда. Температура на улице стала уже, конечно, более комфортной. В субботу, когда проводили испытания бетонной конструкции, которые уже начали устанавливать на территории Корзо-Белгорода для защиты мирных жителей, достигало минус 28. На термоменте сейчас утром посмотрел минус 6. Поэтому комфортная зима. И надеюсь, что, конечно же, ничто не способствует. Начало рабочей недели. Сейчас город застраивается бетонными блоками. Убежища появляются на улицах и уже, можно сказать, никто точно не сомневается, что где-то поблизости идет война. Иногда они даже точно знают где. Иногда, правда, с укреплениями немного перегибают, но от этого только страшнее. Теперь жители должны чувствовать себя в безопасности. Конечно, те, которые не уехали, не эвакуировались. Губернатор говорил о нескольких тысячах. Это маловато для более чем 100-тысячного города. Но, тем не менее, процесс стартовал, хоть и нельзя сказать, что эвакуация массовая. Но споры о том, кто все-таки обстреливал Белгород, продолжаются. И даже украинские военные эксперты расходятся во мнении. Я думаю, это провокация российских спецслужб, которая носила спланированный характер. Подготовка данной провокации длилась не один месяц. Украина. Мирных граждан. Ни в коем случае. Вы знаете, это, кстати, очень интересный такой пассаж, если бы я так мог сказать. Почему? Потому что никто никогда не отрицал право Украины наносить удары по сопредельной территории, используя свое оружие. Это законное право, которое подчеркивалось всеми нашими союзниками. И вы видите, что не было ни одного критического заявления. Действительно, никто не запрещает, но все усиленно пытаются этому помешать. Россия так удивляется, когда по ее территории что-то прилетает, будто бы не готовилась к войне. По всей видимости, речь идет о том, что планами российской спецслужбы в моменте обстрела Белгорода с использованием якобы чешских РСЗВ «Вампир» как раз и речь шла о возможности срыва данной поставки. То есть, многовекторная операция российских спецслужб. С одной стороны, обвинить Украину в недоговора с проможностями. То есть, показать, что военное и политическое руководство страны не исполняет своих обязательств по поводу неиспользования западных образцов вооружения для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Напомню, по официальной версии российской стороны, удары были нанесены с использованием чешских систем реактивного залпового дня «Вампир». А с другой стороны, уже непосредственно в Совете Безопасности ООН обвинить Чехию, соответственно, в поставках вооружения для Украины. То есть, вся история в том, чтобы сорвать поставки нового оружия Украине. Для этого россияне готовы бомбить свои города и обстреливать мирных жителей? На совбезе ООН на следующий день после самого масштабного обстрела Белгорода российский представитель звал чешскую сторону, будто бы денег им должен. Где сегодня эти люди, представители стран-членов ЕС, которые пачками и толпами запрашиваются на заседание Совета по Украине, чтобы зачитать под камеру свои набившие оскомину нагибки? Где представитель Чехии, от произведенных которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы и попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского паспреда, но он малодушно от участия уклонился. Но чешские вампиры не добили б до Белгорода, даже с границы. То есть, для тех, кто хоть что-то понимает в военной технике и понимает разницу между метрами и километрами, все это просто информационный шум. То есть, условно говоря, украинская сторона якобы, по версии российских спецслужб, должна была подтянуть установки системы реактивного залпового огня фактически на линию границы, а то даже и за пределы данной линии разграничения на территорию Российской Федерации, чтобы нанести удар по Белгороду. Логики в этом нет абсолютно никакой. Причем отметим, 40 километров это условное расстояние до границы, от конечной, то есть от КПП, конечной точки Белгорода. Удар наносился фактически по центру Белгорода. А это еще дополнительных 5-7 километров. Поэтому возникает вопрос, а с чего били? И главное, с какого расстояния? Причем, если есть у Украины средства поражения, речь идет об оперативно-тактических комплексах, точка уздальность поражения 120 километров, и, соответственно, система реактивного залпового огня Ольха от 70 до 80 километров, то смысл удара чешскими вампиров абсолютно нет никакого. Причем, если бы Украина вела обстрел именно со своих средств поражения, абсолютно тогда не было бы прецедента обвинения нашей страны в нарушении своих обязательств по поводу неиспользования западных образцов вооружения. В этом большая ошибка россиян. Причем они отмечают впоследствии, что в моменте нанесения ударов по Белгороду, украинская сторона использует именно отечественную Ольху. Ольха это высокоточное оружие. То есть, если 30 числа был нанесен удар, а там был нанесен комбинированный удар, в том числе с использованием Ольхи и, соответственно, Градов, тогда никаких претензий к украинской стороне быть не может по поводу массового характера гибели. Еще один акцент, очень важный. И чешский вампир, и БМ-21 Град используют одни и те же ракеты. На этом делался основной акцент российской провокации. Но не слишком ли это даже для России срывать поставки техники таким образом? Как думаете? Пишите в комментарии. Белгород. Кстати, не только Белгород. Урская, Брянская, Орловская области. Точно так же, как и Крым, кстати, находится под ударами украинских огневых средств сегодня. Белгород просто, знаете, стал такой медийной меккой, если можно так выразиться. Но, опять же, Украина имеет полное право наносить удары по Белгороду как к критически важному объекту, на территории которого противник разворачивает свои войска, через который осуществляет снабжение, поставки контингентов вооружения и боевой техники. С Белгорода, с Белгородской области, если быть более точным, как, впрочем, и с Брянской, Курской областей, производится обстрел в нашей территории. И Украина, естественно, делает все возможное, чтобы подавить эти точки сопротивления. Кстати, если говорить об обстрелах Харькова в том числе, то они производятся ракетами С-300, которые, приори, являются по своей задумке ракетами противовоздушной обороны. Поэтому наше право, наша необходимость уничтожать объекты противовоздушной обороны. Хорошо, а что тогда происходит в самом Белгороде? Почему, кто обстрелял, зачем, кто продолжает обстреливать сейчас? Во-первых, мы не можем исключить вероятность того, что мы используем какое-то новое оружие в тестовом варианте, пытаясь нанести удар по объектам на территории города. Второе, то, с чем мы с вами живем. То есть наши реалии Киева, наши реалии Украины, которые связаны с тем, что угрозу для мирных жителей представляют не только прямые попадания ракет, шахедов, снарядов, неуправляемых ракет и прочих видов боеприпасов, но и сбитые осколки или остатки дронов, ракет, которые при падении могут детонировать и приводить к гибели мирного населения. Что, в общем-то, и происходит на территории Белгорода, если мы говорим конкретно о Белгороде. Но Белгород, скорее всего, выбран действительно не случайно. Прямая линия к Харькову. Область давно подвергается нападениям ДРГ, ну и не только ДРГ. Проводятся параллели с так называемым Белгородским рейдом Российского добровольческого корпуса, который действует под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны. Вы помните, в свое время хорошие русские засветили образцы западной техники накануне заседания контактной группы в рамках Рамштайна, что вызвало неудовольствие и критику со стороны ряда стран НАТО в моменте использования западной техники для боевых действий на территории Российской Федерации. Ну и основное, как вы отметили, справедливо удары по Белгороду продолжаются. И я не исключаю, более того, по той информации, которая уже есть, целью был даже не столько сам Белгород, то есть мирное население, сколько ядерный объект Белгород-22. Поэтому, скорее всего, Российская Федерация готовит почву для обвинений украинской стороны в нанесении ударов по ядерному объекту Белгород-22. Не случайно, кстати, после вот этих всех инцидентов российская сторона не допустила миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Поэтому, по всей видимости, россияне играют в долгую в моменте не только обвинения Украины в жертву среди мирного населения города Белгорода, но и, соответственно, нанесения ударов по ядерным объектам на территории Российской Федерации. Цель – представить Украину как страну террориста. Но ради чего, ради каких выгод россияне готовы обстреливать свои города? К тому же, накануне выборов президента. Если это действительно так. Срывать поставку 26 САУ-ДАНУ – это серьезный характер военно-технической помощи. Причем данное количество САУ может кардинально изменить ход боевых действий на определенном участке фронта. На данный момент они используются, согласно открытых источникам информации, именно на донецком направлении. САУ-ДАНУ-2М считается одной из современных САУ своего образца. То есть там и скорострельность, и дальность поражения до 25 километров дает возможность успешного использования ее в контрбатарейной борьбе и, соответственно, отражении именно сухопутной компоненты наступления российских войск. Это очень серьезная одневая поддержка, которую получили вооруженные силы Украины. Причем речь идет, что там и боекомплект передан. Ну и вторым заданием это было, скажем так, заблокировать сам характер военно-технической помощи со стран НАТО Украине. То есть, я еще раз подчеркиваю, создать прецедент и якобы использование Украины западных образцов вооружения. Ну давайте не спешить с ядерной войной. Так можно сказать, что Украина из рогатки обстреляла ядерный арсенал, до которого, к слову, вроде как пытались добраться вагнеровцы в своем недоперевороте. Будет ли российское руководство жертвовать остатками репутации ради этого? Ну я далек от мысли, что существуют такие конспирологические теории. Просто цена несовместимая, понимаете? 20, пусть даже 26, пусть даже 30. Галбицдана, 152 мм, но они не идут ни в какое сравнение, если мы говорим о потенциальной эффективности обстрела мирного города. Как вы видите, реакция мирового сообщества была, мягко говоря, никакая. Ну обстреливать, ну да, война. Что делать? Вот на этом, собственно, все. Поэтому я не могу всерьез принимать версию того, что по Белгороду велся огонь российской артиллерии. А почему не по Орлу? Почему не по Курску? Там такие же ситуации. Почему не по Грянску, чего-то возьми? Почему именно по Белгороду? Опять же, возвращаясь к тому, что я уже говорил, нужно понимать, что Белгород очень важны. Логистические центры, например, есть две точки на территории Белгородской области. Против которых у меня просто руки чешутся. Это Варуйки и Уразово, через которые, через эту зону осуществляется это важный логистический хаб для снабжения войск, который, кстати, действует против Купинска в данном конкретном случае. Поэтому для меня критически важно, чтобы в этой зоне наносились непрерывные удары для того, чтобы расширать логистику противника. Разбираем вместе с вами все, что происходит. Не забывайте оставлять свою реакцию, это важно. Лайк, репост, комментарий, это вообще здорово. И не забывайте подписываться на канал мой и канал 24-го. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok